Те, кто видел космонавтов вживую, обычно говорят, что это самые обычные люди. Только глаза их начинают светиться, когда они рассказывают о космосе и Вселенной. Именно таким запомнился Юрий Гагарин, журналисту окружной газеты «Выбор.Нау» Владимиру Почичикину. В 1968 году ему посчастливилось глазу на глаз беседовать с героем мирового масштаба. Я видел отчетливо вот такой большой шрам на лбу, и как бы на этот шрам я сосредоточенно смотрел. Это был далекий 1968 год. Начинающему журналисту, новенькому корреспонденту газеты «Орловский комсомолец» Владимиру Почичикину выпал лотерейный билет. На одной из планерок в редакции он, как лучший работник недели, в шутку сказал, что хотел бы взять интервью у самого Гагарина. На удивление юноши главный редактор вовсе не смутился бравым предложением, а сказал, что организует встречу с известным космонавтом. Она состоялась летом 1968 года в Звездном городке, где работал Юрий Алексеевич. Ведь он уже видел, встречался с английской королевой, его встречал мир. Рукоплескали во всем мире. И этой вот звездности совершенно, может быть, от волнения. Но для меня важно было понять, что, и он дал мне это понять, что великих людей не бывает, что ты должен вести себя так, естественно, как будто не ты первый летал в космос, а, скажем, твой собеседник, то есть я. По словам счастливчика, встреча с Юрием Гагариным длилась минут 40. От волнения и неловкости перед самой встречей с космонавтом случайно порвался ботинок. Владимир забыл все вопросы. Но деликатный собеседник не дал ему потеряться и рассказал интересные истории из жизни. За время встречи удалось и рассмотреть внешность Юрия Алексеевича. Невысокого роста уже не то спортивное телосложение, как в годы активной деятельности, но все с той же обаятельной улыбкой. Таким он и запомнился. Первый в истории человек, открывший вселенную и прославивший Советский Союз. С 1961 года 12 апреля. Народный праздник. Это всесоюзный, всемирный праздник. Конечно, это впервые полет совершен. Но это, конечно, радость для Российской Федерации, для жителей Российской Федерации. В прошлом году, к Дню космонавтики, мои дети от Ниньского автономного округа посылали поздравления прямо к космонавтам на орбиту. А мы вот помним и до сих пор помним. И будем помнить Юрия Гагарина. Потому что наша жизнь была и память осталась так и бы останется.